Отменив все уроки по очевидной причине, я сразу вспомнил притчу о пианисте. Дело в том, что до того, как стать плохим пианистом, я писал очень плохие тексты, но нарративы в них были вполне себе. Притча следующая. Пианист гуляет вдоль берега в экзистенциальном кризисе, как полагается, и рыбку выносит золотую. Волнами. И она говорит, ну, отпусти меня, сохну, дышать надо вот там, а не вот здесь. В воду хочу срочно, отпусти меня. Говорит, погоди, ты же желание вроде исполнишь. Да, 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 исполнишь. Ну, просто загадай скорее, отпусти, очень хочу. Говорит, ну, хочу, чтобы мне было, говорит, хорошо. Она говорит, в смысле хорошо? Говорит, как? Чтобы ты был там, не знаю, известный. Она говорит, не-не-не, все, что должно проканать, я уже попробовал, все равно мне хреново. Просто вот ты, рыбка ты волшебная, ты придумай. Хочу, чтобы было хорошо. Уже лет 10 какая-то притча. В общем, она говорит, ладно, хорошо. В общем, ну, вряд ли она так сделала, у нее плавники пальцев. Нет, но тем не менее. Все, он оказывается в гримерке и выходит к конференции, говорит, маэстро, ваш выход. Он смотрит вокруг, не понимает, где он оказался, говорит, в смысле мой выход? Куда? Ну, говорит, на сцену, ваша сольная программа, ваша любимая играет. Что? В общем, выходит, полный зал, все рукоплечут заранее. Вот просто он еще ничего не сделал, уже, то есть вот все пришли именно на него. Думает, ну, черепка реально думает, что мне от этого будет хорошо. Что, не играл, что ли, там, перед публикой? Ну, ладно. В общем, подходит к инструменту, садится, делать нечего, надо играть. И видишь, что из каждой клавиши торчит очень-очень острая игла. Такая, как рыбья кость такая изогнутая. И нет варианта нажать на клавишу, не напоровшись пальцем на нее. Блин. Ну, что делать? Люди уже авансом похлопали. Тем более, рыбка обещала, что будет хорошо. Садится, играет, сразу кровь. Она специально для этого. Предусмотрительно подстеленную тряпочку, значит, начинает течь. Во все стороны хлещет, там, рубашку забрызгал ему белую, в общем, воротник играет. Кровь хлещет. И вот он доигрывает документационного момента. Так это публика просто в восторге, рука плещет. А ему пофигу, ему главное, что он с этих вот игол, которые пронзили пальцы, снимает руку. Боль невероятная в этот момент прекращается. Ох, господи, как же хорошо. Как-то вот так. Из разряда протестные ботинки, которые классно носить, чтобы было приятно их снять. Короче, устраивайтесь и выходные. Пока выходные сами себя не устроят. Каким-нибудь вот таким вот образом. Субтитры сделал DimaTorzok